Сегодня Анна с удовольствием кокетничает на камеру. В конкурсе среди мам она сделала одни из лучших фотографий со своим ребенком, за которые потом голосовали люди в интернете. Все друзья, знакомые и просто неравнодушные. Мама ребенка с особенностями здоровья способна на многое. И сама Аня признается, что участвовала не только ради азарта. Мамочки особых деток, это, наверное, такая команда, позвони любой маме, она тебя выслушает, поговорит с тобой, поддержит, поможет. Даже Александре позвонить в Доброхорошо и сказать, что, блин, Саша, у меня проблемы, продукты или еще что-то необходимы. Всегда помогут, никогда не откажут. Это очень классно осознавать, что есть такая организация, которая поддерживает семьи, которые находятся в тяжелом положении, и мам, которые воспитывают детей инвалидов. Доброхорошо помогает разным семьям. Организует обмен одеждой для нуждающихся, собирают благотворительные ярмарки, проводят с детьми продленку, чтобы дать маме время передохнуть хотя бы пару часов. С октября здесь открылся инклюзивный ремесленный центр для детей с УВЗ. А этот конкурс был посвящен Дню матери. За две недели из 40 участниц определились 9 победителей. По группам полетело и голосующие люди были не только в Барнауле. Питер, Москва, Махачкала. Я следила за страницей, активность, там же все это отражается. Думаю, ничего себе, вот это у нас за бределы, получается, Алтайского края вообще вышел конкурс. Насколько наши мамы имеют большую широкую фантазию, то есть как они отдыхают со своими детьми. И несмотря на их ограничения в здоровье, наши мамы ходят с ними в музеи, ездят отдыхать, ездят на курорты, в санатории. Это очень сложно. То есть это не просто ты взял ребенка за руку и пошел. Многие дети на колясках. Но они в этот момент наслаждаются и наполняются еще больше и больше любовью. Победительницы получили подарки. Наборы косметики, сертификаты на макияж и прочие женские мелочи, которые позволяет себе не каждая. Порой мама для ребенка становится и няней, и учительницей, и врачом. Все, что мы, дети, можем сделать в ответ, поблагодарить. И не только раз в год. На праздник. Дарья Ирошина, Андрей Печоркин. День с толком.